Я всегда с собой беру видеокамеру Так, давайте посмотрим, что у нас сегодня. Доброе утро всем! Кому-то добрый день, кому-то добрый вечер, а кому-то доброй ночи. Кому как. Сегодня у нас воскресенье. И посмотрите, ребята, что творится на улице. Сегодня всю ночь была метель. И сейчас она продолжается. Опять всё в снегу. Правда, минус 4. Должно быть тепло. Но, к сожалению, сегодня ночью и уже завтра будет минус 15. И послезавтра ночью будет минус 17. Единственное, что, как я и говорил, погода немножко изменилась. И в четверг обещали минус 20, но в Яндексе написано, что уже будет минус 11. То есть, вроде как, погода немножко решила нас побаловать и не быть такой суровой. Так что вот так. Сегодня день, когда мне все сдают заявления, потому что я решил уже начинать их собирать. Надо уже подсчитывать голоса, составлять протокол о собрании. Вот. Вчера мне девочка принесла уже поздно вечером пустые заявления, потому что в нашем подъезде многие соседи не были на собрании и не знали про эти заявления. Ну, новенькие соседи. Поэтому я сегодня, наверное, их и раздам. Так что вот. Соберу. Посчитаю, если процент не наберется, то тогда, соответственно, нужно будет его добирать. Я пока не знаю, сколько с этих бланков будет процента, но мне сказали, что в соседнем доме очень мало сдают. А вчера вообще скинули фотографию, что кто-то из жильцов выбросил эти заявления прямо на лестничную клетку и сорвал мое объявление. Так что видите, какие у нас жильцы. Сами же под себя и, извините меня за выражение, гадят. Так что вот. Сейчас идем завтракать. И начинаем день. Вот тебе настоящая зима. Метель. И снегу опять куча. Если не будут убирать, так опять будет снег. Вот с этого подъезда должны уставшие в дуд есть. Там сдали, вот, да. А вот еще остался второй подъезд, но там никого нет. Там кто приносил, тот приносил. И с первого вот надо все. А тебе не знаю, когда все не принесут. Посмотрела, там не 9 штук. Хлеба, булки? Не знаю. Булки, по-моему, как половину, а хлеба, не знаю. Полохлеба, по-моему, нет. Там че-то тинки немножко осталось. Нужен квас маленький. А, вот этот. Вот этот квас хороший, его возьму. Так, а тут вот что-то по 29, а что-то по 9. Вот это, наверное, точно 29. Это не будет стоить 9 рублей. Вот это вот какая-то шляпа. Разная. А, не, по 19. Шляпа какая-то. 3-4 рубля стоила. Ну, вот что-то про нее говорили сейчас. Черная, да? Ну, посмотрите, она у нас с руками, что ли? Отбили мне мали. Ну, че, у нас, по-моему, была какая-то черная, нет? Это руки нет. А, ну я про черную, что-то зубную пасту слышал, что-то такое. Кто делает ее? Она сфинальная. Кто делает? Президент какой-то. От него вон щетки сверху. Видишь, тоже президентовские. Так. Для президента. Акуловский район, Новгородская область. О, органик. Привет. В общем, сейчас в пятерочке встретился с секретарем с соседнего дома. Сегодня должны были мне принести заявление. Она сказала, что плохо очень сдают, мало. Обещали сегодня еще три принести. Я говорю, ну давайте тогда уж завтра, пусть сегодня донесут. Старшую с первого подъезда так я и не нашел. Машина их не стоит. На каком этаже она живет, я точно не знаю. Буду, наверное, завтра искать. С четвертого обещали. Сегодня, кстати, принесли с пятого подъезда даже 9 утра. Еще было темно, уже позвонили, его два бланка принесли. А в соседнем подъезде кто-то специально перед моим заявлением вот эти пустые бланки просто бросил на пол и ногами потоптали. Не знаю, кто это делает. Не знаю, может малолетки какие-то. Но там вроде малолеток не живут. Странно. Может кто-то специально. Но есть такие, которых устраивает наша управляющая компания. И они прям яро за них заступаются. Не знаю, что они им сделали хорошего. Крысы вездят. В соседних домах тараканы клопы. А их все устраивает. Бешеные коммунальные платежи. Я не знаю, что им нравится. Погода сегодня такая. Сильный ветер, метель. Ночью обещают минус 18. И следующая неделя будет вся такая. 15, 17, 11. Ну, в основном холодно будет по ночам. Не знаю, как будут заводиться мои машины. Так что вот так. Ладно, посмотрим. Принесут, не принесут. Сегодня еще донесут. Сейчас соседка пришла. Еще три бланка попросила. Кому-то отдаст. Так что посмотрим. Что нас собираем. И сколько получится процентов. Так что вот так. Опять пятерочку. Кое-что забыли купить. Нужно майонез, сметану. В общем, ребята, сейчас можете писать мне все, что хотите. Но со мной приключилась беда. Вконтакте приходит мне сообщение от моего коллеги по работе. Ну, он у меня в друзьях. Мы раньше с ним работали. Он мне пишет. Привет. Я говорю, привет. Слушай, скинь мне, пожалуйста, свой номер телефона. У меня сломался телефон, и я потерял все контакты. Ну, я без зазрения, совести говорю. Да, сейчас скину, подожди. Вот, я скидываю ему номер телефона. И вдруг я понимаю, что через какое-то время я стал получать на свой телефон какие-то странные смс-ки с четырехзначным кодом. Я подсознательно, да, не понимая, я пишу. Я говорю, а что это за код такой? 46-37. Это что такое вообще? И написано, что от него. А он говорит, да это просто там как бы вот. Я сразу понимаю, что здесь что-то не то. И он мне пишет, а у тебя есть еще один номер телефона? Я говорю, нет. А что ты хочешь-то от меня? А номер карты. И тут только я понимаю, что это мошенники. Просто понимаете, когда сразу начинают просить деньги, тут понятно уже. А здесь он просто попросил мой номер телефона. И больше ничего. Он сказал, что у меня сломался телефон, я потерял все контакты. Мне нужен твой телефон. В общем, контакт автоматически заблокировался. Стали приходить какие-то странные смс-ки. И с моего счета на МТС списались деньги. Ну, правда, там было немного, 60 рублей всего лишь. Осталось вот сейчас остаток. Какие-то услуги. Я скорее звонить, значит, в горячую линию МТС. Там на все отвечает робот. А сам оператор, я вот 40 минут сидел на линии. Так мне никто и не ответил. Вообще. В общем, что я сделал? Я зашел просто в свой личный кабинет и посмотрел. У меня была подключена только одна платная услуга. Все. Все остальные услуги я отключил. То есть там ничего такого страшного не было. Не знаю, что они хотели. Но если бы, конечно, я дал номер карты, то бы списались у меня с карты все деньги. Ну, я уже, когда сказали про карту, я сразу понял, что это раз в год. Так что, ребята, новый вид мошенничества. Просто попросил номер телефона. Думаю, ну и что? Ну, телефон, номер телефона у каждого в любом доступе. Вот, пожалуйста. Вот там даже машины, когда продают номер телефона, у всех в доступе. Я не ожидал, что даже так может быть. Я первым делом, конечно же, все свои сбережения, которые были, на карточке перевел на другой счет. На всякий случай. Ну, мало ли что. В общем, вот так, ребята. Знаете, самое обидное? А обидное не то, что меня взломали, а то, что я повелся на это. Вот так вот. В таком возрасте, как старая пожилая женщина, я на это повелся. Ужас. Ужас просто. Хочется себя, я не знаю, бить по голове. Ну, это кошмар. Но я еще раз говорю, попросили просто номер телефона и все. Я понимаю, если бы у меня сразу попросили там номер карты или там переведи мне деньги или еще что-то. Нет. А здесь просто вот так. Ладно, сейчас в дом магазин. Настроения никакого. Показываю. Вот сейчас взял такой майонез. Написано 44 рубля. Прихожу на кассу пробивать по другой цене. В общем, ребята, сегодня точно не мой день. Пошел в магазин за сметаной и майонезом. Подхожу к стенду с майонезом. Написано 44 рубля акция мистера Рико. 400 миллиграмм. Я и беру. Прихожу на кассу. Мне пробивают как 89 рублей. Я говорю, девушка, а почему 89 рублей? Висит ли ценник 44? Пошли смотреть. Ну, правда, без вопросов, без ничего. Пошли смотреть и говорят. Ой, а вы знаете, майонез, который был по акции, он закончился. Это другой майонез. Я говорю, а что он делает на витрине с желтым ценником? Вот что он делает? Ой, извините, тут бы сейчас было. Не упасть бы, а скользко. Я говорю, а что он делает? Вот стоит майонез. Вот витрина. Желтый ценник. 400 миллиграмм. Почему я должен вглядываться? Что там? Чего? А там, оказывается, мелким шрифтом написано, что это другой майонез вообще. Ну, с другим вкусом, с каким-то. Ну, естественно, что сделали нормальную отмену. Я взял другую, потому что такое мне не нужно. Я еще удивился. А если, опять-таки, я говорю, а если пожилая бабушка? Она не будет смотреть. Она увидит желтый ценник. 44 рубля. Возьмет и схватит. На это и рассчитано. Я тоже могу видеть. Ой, на улице встал. Очень стало холодно. Ужасно холодно. Поднялся свет и ветер. И чувствуется, что температура уже низкая. Я думаю, что, наверное, уже минус 13 точно есть. Все, бегу домой. Ой, кошмар. Пришел домой, принесли бланки, опять заполненные. Положили в почтовый ящик. Но позвонила старшая с четвертого подъеда и сказала, заберите, пожалуйста, из почтового ящика, а то вдруг их подожгут и все трудно сморят. В общем, сейчас спущусь и заберу бланки. Посмотрите, сколько принесли. Целую папку. Не знаю, сколько здесь квартир. В общем, сейчас приду домой, посчитаю. Так что вот так. Все. А на сегодня все. Я сегодняшний свой день заканчиваю. Вам желаю, как всегда, всего самого хорошего. И спокойной ночи. Пока-пока. А я пойду заниматься макулатурой.